ранее заделанные работы. Например, скажем, мы достраиваем что-то, а ранее выполненные работы они зачитывают. Соответственно, им тоже важен будет вопрос, как оценить вот эти заделы, стоимость сделанного, и по какой стоимости, и как это все было сформировано. Поэтому документационное обеспечение и там тоже столкнетесь. Ну, про инновации, значит, немножко говорил. Ну вот, например, патентов чаще всего нет, испытания проведены, но системные эти бумаги в бухгалтерском учете не собраны. Хотя, честно говоря, видал многих предпринимателей, в первую очередь изобретателей и ученых, которые ведут папочки, складывают все результаты измерения, вот все, каждая бумажечка в файлике, пожалуйста, вот я провел такое испытание с таким-то результатом, вот мой патент и все. То есть зависит от внутренней культуры документа оборота и от самого человека. Если человек любит все раскладывать по полочкам, у него, естественно, бумажка будет порядок. А если, как Эйнштейн, например, я уж просто по примеру того, что у него были всклоченные волосы и иногда безумный взгляд, то есть может быть и на столе порядка как бы не будет. Так, теперь, значит, когда имеете дело с государственными фондами или с министерствами на присуждение грантов субсидии и льгот, возникает вопрос признания стоимости результатов интеллектуальной деятельности, которые сделаны. Соответственно, эти вещи оценивать могут только эксперты, потому что там учитывается. Технологический задел, маркетинговая, рыночная пригодность того, что сделано, оценка стоимости этих инноваций по понесенным затратам и по их как бы рыночной стоимости и все такое прочее. И опять же, здесь будет очень важный вопрос. На чем балансе эти затраты висят? От чего им не понесены? Потому что заманчиво, например, появились у нас какие-то операционные деньги на каком-то юрлице. Слушай, надо срочно сделать какие-то испытания. Давай заплатим оттуда. Но заплатил оттуда, это значит немножечко размыл вот эту документационную составляющую. Не собираются затраты теперь на одном балансе. Надо подумать сразу о том, а пусть та организация по агентскому договору для нас заплатит и передаст нам потом по отчету агента эти суммы. Мы, по крайней мере, решим задачу консолидации у себя на балансе всех наших затрат, связанных с этим. Это не исключено, что в жизни пригодится. Поэтому рекомендую, как бы, такие вещи делать. Потом оно забудется. Если сразу не сделается, то оно потом в текучке куда-то уйдет. Персонал. Государство очень любит, как вы уже заметили, создание рабочих мест стационарных, фиксированных, закрепленных к станку или, там, не знаю, к столу. Я уже сейчас выутрирую. Договора гражданско-правового характера воспринимаются хуже. Хотя в последнее время такие фонды, как Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям, известный, там, как Фонд Бортника Полякова, Фонд развития интернет-технологий, да, РФ РИД, они уже научились работать с аутсортинговым ресурсом. У них даже в сметах есть такое понятие, где-то у меня там дальше будет, поясню, да, о том, что разрешается привлечение соисполнителей и их ресурса и оплата им. Просто суммы лимитируются. Например, скажем, оплата услуг соисполнителей по данному гранту не должна превышать 30 процентов. То есть все-таки компания, которая обращается с инновационными грантами, субсидиями, там, целевым финансированием, должна располагать каким-то базовым своим, хотя бы проектный офис и ядро инженеров должно быть в этой компании. Понятно, что все своими силами, например, не сделать, да, и можно привлечь на соисполнение людей, которые уже по этой компетенции сильно продвинулись, и купить у них какую-то услугу или какой-то неокр, и попросить их оказать услугу, выполнить это все, да, вот. Но полностью, например, что вы обратились, как инновационная компания, у вас нет в штате ни одного инженера, и вы все покупаете, такая компания будет смотреться очень бледно. Компания, не имеющая своих инженеров, гипов, там, главных инженеров проекта, да, каких-то изобретателей, она в инновационных грантах с большой долей вероятности не победит, потому что скажет, а ваша компания ничем не занимается, кроме консолидации услуг соисполнителей, да, вы сами-то, как бы, разве инжиниринговая компания, вы просто какой-то интегратор, да, который со всей страны, как бы, собирает. Так, значит, как уже сказал, аутсорсинг и соисполнители некоторые фонды и государственные организации уже стали воспринимать. И еще, вот, по обеспеченности персоналом определенных категорий. Ну, например, считается в государственных органах, что если нет в компании основного костяка ядра, ну, например, скажем, главный по продажам или маркетингу сбыту, да, главный по технологии, или главный инженер, или технолог, что-то вроде, директор, там, бухгалтер, какой-то основной штат, который позволяет хоть как-то ввести проектную или операционную деятельность, да, если вот этого нет, если только директор и уборщица, ну, такой компании, естественно, как бы, доверие-то меньше во всем, что в заемных деньгах и так далее. Здесь немножечко остановлюсь. Значит, какие бывают проекты? Как правило, когда обращаемся к государству, всегда имеем дело с каким-то инвестиционным проектом. Под него дают льготы, гранты, субсидии, целевые бюджетные финансы. Классический проект, который хотело бы от нас видеть государство как партнер, это когда что-то новое создается. Но таких проектов, увы, не так много, их, ну, не подавляющее большинство. Чаще бывают проекты расширения, модернизации, переноса. Например, мы арендовали помещение и больше пристроить к нему никак не построить, ну, допустим, или нельзя договориться с собственником. Решили брать свой земельный участок и строить под себя корпус, да, с учетом уже больших площадей или что-то в этом роде. Речь идет о расширении мощности, расширении площадей, расширении объема. Вот, честно говоря, профессиональных инвестиционщиков, которые умеют оценивать инвестиционные проекты, среди госслужащих не так много. Маленький процент. Инвестиционщики работают в инвестиционных компаниях, консалтинговых компаниях, в фондах, в банках, да. Редко их увидишь на госслужбе. И вот такие проекты, предусматривающие расширение, модернизацию или там перенос, они, честно говоря, в силу недопонимания, ну, они же не изучали эту тему, предпочитают, скорее, отбрыкиваться, как бы, от таких проектов, что это, как бы, совсем не проект. А на самом деле инвестиционщики считать их умеют разностным методом. Было, стало, и разница между тем, что стало и было, это и есть суть инвестпроекта. Расширение, да. В общем, как-то так, странно относятся, да, к этому проекту. Последнее время появилось много налоговых режимов, специальных, промышленных и льготных зон, территория опережающего развития, особые экономические зоны, техника внедренческого, промышленно-производственного, территория особого режима благоприятствования, да, статус региональной инвестиционной проекты, приоритетный проект, много, как бы, всего. Соответственно, предприниматель задает вопрос, а нельзя ли мне переехать с моей территории, где налоговых льгот нет, на территории, где налоговые льготы предоставляются? Я разве не благим делом для страны занимаюсь? Я еще с расширением, как бы, хочу, да. Здесь я, например, сверну или оставлю, пусть оно здесь работает, а здесь поставлю еще более мощный. К таким проектам, к сожалению, государство тоже относится, тут так вот, неодобрительно. Потому что чиновники местного муниципалитета, в принципе, особенно те, к кому переезжает этот проект, они прям, мы дружим с семьями, переезжайте. Чиновники Министерства экономики, Министерства промышленности, скорее всего, тоже будут тратывать за проект. Он предусматривает расширение? Ну да, в какой-то степени. Он предусматривает новую покупку там основных средств, да, инвестиций, да, а новых людей, да. А вот Минфин и ФНС будут относиться очень плохо. Какой конечный эффект для республики, если проект переехал с одного места, кроме траты на логистику, монтаж-демонтаж, никакого. То есть, по сути, он переехал просто из нельготного в льготное, а налоговая, она вообще, скорее всего, тихо промолчит на эту ситуацию, а потом, оставшись один на один, как прибьет, потому что у налоговой в последнее время есть такое понятие экономической целесообразной сделки. И если другой экономической целесообразности, кроме льгот по налогу и экономии, нет, то, скорее всего, такой суд налоговый выиграет, скажет, единственная цель – это налоговая оптимизация. Все, вперед, верните всю разницу налогов вместе с пеннили. Так, модернизация в части автоматизации, роботизации – очень сложный проект. Вы знаете, с одной стороны, с одной трибуны государственные служащие нам говорят о том, что мы за производительность труда, мы за повышение отдачи на вложенный капитал. Мы хотим, чтобы количество людей большую выручку приносило. Да, производительность, допустим, Министерство промышленности и торговли оседлало тему производительности труда и с этой трибуны говорит нам о том, что вы занимаетесь хорошим делом, внедряя автоматизацию, роботизацию. Что нам говорит Минтруд, допустим, там, или Министерство, ну, хорошо, Минтруд. Так вы сокращаете рабочие места? Конечно, сокращаем. У нас автоматика, у нас производительность труда. Нет, это плохо, это плохой проект. Вы социально не, как это сказать, вы не несете в полной мере социальную нагрузку как бы бизнеса, да? То есть такой проект может, на самом деле, еще и не пройти. А вот с точки зрения, например, понимания сути проекта, было и стало, здесь ведь очень много минусовой разницы. То есть, скажем, было три человека, стал один минус. Было несколько ручных станков, ну, допустим, берем какой-нибудь классический токарно-винторезный советские станки зеленого цвета, краской покрашены, а здесь какой-нибудь обрабатывающий центр, да, которым, на самом деле, слесаря, токарь и фрезеровщика-то не надо. Нужен кто? Кто подает заготовку и ЧПУ-шку настраивает, да, вот и все. Это же наладчик, по большому счету, да. Вот, то есть здесь тоже могут быть вопросы и противоречащие какие-то моменты. Вот, смотрите, когда обращаешься, допустим, к государству за льготами, субсидиями, грантами, чаще всего один или несколько из вот этих вот ключевых показателей эффективности будет прописан в контракте. То есть, либо составит, точнее, с одной стороны на чашу весов вот деньги, которые мы тебе даем, да, а с другой стороны весов ты что-то нам должен. Например, либо ты создаешь рабочие места, либо ты создаешь высокопроизводительные рабочие места, в последнее время терминология такая появилась, это рабочие места, выручка на единицу человека, которая выше, чем остальные штаты, да, то есть, допустим, если там выручка предприятия была 1 миллион рублей и там было 10 человек, на каждого по 100 тысяч, наняв человека, ты должен до полтора миллиона поднять выручку и тогда на новую единицу у тебя получается 500 тысяч, он как бы более высокопроизводительный, более выгоден, да. Вот, бывает обязательство по сохранению рабочих мест. В республиканской программе лизингрант было два показателя. Создание рабочих мест новых и сохранение рабочих мест. И старых не увольняй, нового найми, а то ведь мы все знаем ловкачей, говорит, ваших. Ты этого наймешь, этого уволишь, совокупная разница ноль. Для государства эффекта как бы нет. То есть, за этим тоже смотрят. Последнее время при рассмотрении проектов на льготы государство вставляет такой показатель, как средняя заработная плата созданных рабочих мест должна быть не менее средней либо отраслевой, либо средней по муниципальному образованию. Идем, например, в какой-нибудь Моногород, Нижнекамск, Зеленодольск, Челны, Елабуга, да. Создаются рабочие места, средняя заработная плата людей в проекте, который создается, которому льготы дают, должна быть не меньше, чем средняя Елабужская или средняя отраслевая. Мы иногда смотрели, выгоднее иногда даже брать по муниципальному образованию, она оказывается ниже, чем отраслевая. Привожу пример. В промышленном парке тюличей, который мы сопровождаем, консультируем, создается проект, допустим, ну трубы пластиковые какие-то. Написано, средняя заработная плата должна быть выше отраслевой. Наша отрасль это что? Переработка полимеров. Это Нижнекамск, Нефтехим. Как в тюличах смогут обеспечить уровень заработной платы сотрудников Нижнекамск, Нефтехим? Все понятно, мы берем среднюю заработную плату по тюличам и как-то более-менее пытаемся, допустим, лавировать. Значит, иногда прописывают в контракте, вот в соглашении с предпринимателем государства или фондом, выполнение капитальных вложений. Иногда пишут инвестиции. Это, кстати, понятия разные. Капитальные вложения, кто бухгалтерией занимается, знает, это основные средства. Это станки, оборудование, здания. Больше ничего. Ни подвижной состав техники, ни какие-то приспособления, ни ремонт капитальный. Туда уже не входит, это уже не капитальный. Вот, хотя название капитальное, да. Ну и понятно, отчетность, соблюдение сроков реализации проекта, трата денег именно на то, на что просили, ну и налоговое отчисление в установленные сроки, да. Есть даже абсурдные иногда ситуации. Например, у нас там по территориям опережающего развития есть понятие только капитальные вложения, хотя территория опережающего развития создается на 10-15 лет, да. Мы тут говорим про четвертую промышленную революцию, говорим про интеллектуальный капитал и хотели бы, чтобы нам понятие не капитальные вложения, вот эти вот были записаны, а хотя бы поставили слово инвестиции, мы могли какие-то нематериальные активы, ноу-хау, патенты свои, еще что-то, чем-то отчитаться, да. Раз уж мы говорим про 15-летний горизонт, и мы там уже должны как бы работать в промышленной революции, да, а мы все про здания, заводы и пароходы, да. Ладно, есть как бы и такой еще момент. Так, теперь, ну это как бы те рекомендации, которые мы обычно органам власти даем, да. Мы даже предлагали такой момент, заменить понятие создания новых рабочих мест на понятие вовлеченные люди. Вот когда мы говорим о туризме, например, надо организовать какое-то мероприятие. Есть организатор, который продает продукцию или там вот эти вот песни-пляски и продажи местных товаров-услуг, да. Дело в том, что в деревнях, слава богу, сохранилось такое понятие, как всем миром. Если свистнуть, односельчане набегут, помогут. Кто еду принесет, кто посуду будет мыть, кто столы накроет, кто плясать будет, кто костюмы, кто чего. Но они никогда не станут рабочим местом у этого человека, даже если он самозанятый. И не по России, слава богу, наверное, да, что можно вот так вот по-свойски, по-односельчански обратиться и сделать. Поэтому вот говорю, когда тут говорят о высокопроизводительности, да, и о сохранении рабочих мест, это на самом деле взаимопротиворечащие цели, да. Я не говорю, что они встречаются в каждом конкурсе, но иногда такое бывает. Минпром от нас требует одно, Миннек другое, Минфин третье. Вот пытаемся лавировать между вот этими. Ну и, соответственно, я заметил, что не во многих государственных вот этих положениях о конкурсах используется понятие аутсорсинг, шеринговая экономика только своим штатам, только своими рабочими местами, только покупкам оборудованием. Мы говорим, почему мы не можем арендовать какую-то единицу оборудования, не основную, вспомогательную. Раньше всегда все создавали, чтобы все у меня было, и экспериментальный цех, и основное производство. Сейчас мы не уверены, сможем ли мы продать произведенный объем продукции. Поэтому закупать сразу партию станков, дай-ка мы лучше в аренду возьмем станки или заплатим за услугу, да, человеку. Выпустим партию оборудования, попробуем продать. Если сразу идти на то, что мы вот купили парк, и давай начинаем, иногда можно и в трубу, что называется, вылететь. Поэтому вот эти вот вещи, мы только их на самом деле сподводим к тому, чтобы они начали это прописывать, потому что не всегда можно у себя создавать. Понятие кооперации никто, слава богу, не отменял, и по кооперации можно сделать любой продукт, да. И уж только потом, поняв, что он продается, полностью создавать у себя все эти эффективные рабочие места и все такое прочее. Вот то, о чем я обещал вам сказать, например, услуги с исполнителями должны быть там не более 30% от суммы гранта, да. Так, ну понятно, вы когда будете обращаться, например, к государству за льготами, за субсидиями и грантами, сейчас даже, знаете, иногда бывает такая абсурдная ситуация, получить деньги возвратные, которые потом надо вернуть, да еще и с процентами, проще, чем получить налоговые льготы. Я, честно говоря, мне сперва было смешно, потом грустно. Что такое налоговые льготы? Я сам должен создать производство, произвести продукцию, продать, начислить налоги, все сам должен сделать. Потом государство, что такое льгота? Это разрешение официальное, законное, какую-то часть налогов не доплатить, правильно, по пониженным ставкам. Так я все сам делаю, мне разрешать не доплатить, а требования сложнее, чем банк, который мне дает деньги, не уверен, еще верну я, например, да, да, еще и с процентами. Вот иногда бывают такие абсурдные ситуации, что вроде то, что ты не взаймы берешь, тяжелее получить. Понятно, что разбег сумм там разный может быть. Соответственно, вот эти вот все виды эффектов, они должны быть в вашем проекте, ну не все, а какие-то из них, да, в зависимости от конкурса. Вы их встретите в договорах, в положениях, кому-то важен отраслевой эффект, кому-то бюджетный, кому-то социальный, кому-то отдача на вложенный капитал и так далее, и так далее. То есть вот такие вещи, они в конкурсах встречаются. Потому что это является тем, что будет записано в соглашении с предпринимателем, что они дают в обмен на что. Вот, соответственно, к таким вещам надо быть готовым. Так, ну и... Да, сделать акцент в своем проекте на вот этих самых государственных задач, сделать несколько сценариев развития, предусмотреть сценарий пессимистичный. Вдруг что-то пойдет не так. Предусмотрите оптимистичный. И от чего я точно бы хотел вас отговорить, никогда не записывайте оптимистичный сценарий в договор с государством. Вдруг он не получится. Понятно, что выиграть конкурс легко, прописав там такие вот заоблачные показатели, но ведь их потом выполнять. Рекомендую всегда писать осторожный сценарий для государства, допустим, в заявку. Что такое осторожный сценарий? Это выручка с понижающим коэффициентом. А вдруг чего? Лучше осторожный какой-то. Затраты с повышающим коэффициентом. Вдруг подведут партнеры, что-то будет удорожание и так далее, и так далее. Вот по такому принципу. Если вас, государство, интересно рассматривать по вот этому пессимистичному сценарию, уж его-то вы, дай бог, точно выполните. И доблестно превысите показатели, они вам еще спасибо, надеюсь, скажут за все это дело. Так, ну да, естественно, внимательно читать. Ну, наверное, вот бегло то, о чем я вам хотел сказать. Если есть вопросы, отвечу. Но если вопросов не будет, и вы устали, я на вас не обижусь. Спасибо большое за внимание. Удачи вам всем в нашем нелегком предпринимательском деле. Вы знаете, вот решение Верный РФ, как правило, всем заполнить проще, чем телефоны, мейлы, адреса, зовут меня Сергей. Если решение Верный РФ, запомните или запишите, или сфотографируйте, всегда найдете все наши контакты. Так что, милости просим, удачи вам. Всего доброго. Так.